о фальшивой карательной террористической медицине, в частности психиатрии в Евросоюзе в Польше, Австрии, Франции ну, в Польше, наверное, меньше всего мне довелось столкнуться потому что все-таки у меня предки знаменитые поляки и эти самые поляки не стали слишком усердствовать в общем, там я долго и не был все, что было в Австрии, описано в моей жалобе в ЕСПЧ там террор был примитивный, я его хорошо описал и вот во Францию я приехал уже с багажом с фальшивым психиатрическим диагнозом карательным, террористическим то есть вот эта метка, она за тобой следует по пятам эта метка, это сигнал для последующих коррупционеров и садистов подключиться к этому потому что таким образом они как бы подтверждают тот а тот подтверждает их, ихнюю фальшивку и вот во Франции тоже все детально описал меня, видимо, для того, чтобы из леса как-то вынуть меня отправили в Нанси там тоже аэропорт есть когда мне уже суд префектура отказала административный суд отказал в убежище и меня должны были, наверное же, прийти, арестовать и на самолете экстрадировать и вот в Нанси надо мной издевались точнее, издевались даже не надо мной а издевались над моим неврологическим недомоганием мисофония то есть это никакое не психиатрическое заболевание это просто неспособность долго выдерживать определенные шумы я думаю, что у меня вообще даже нету мисофонии а скорее всего из-за того, что я много лет в абсолютной тишине работал над рукописями сам писал книги и вот эти мозговые штурмы которые я применял в итоге они мне выработались в привычку и я вот так вот и живу как бы я постоянно о чем-то думаю для меня думать это существовать для меня не думать это значит не дышать как бы я не могу долго не думать и если мне кто-то блокирует эту возможность ну самолет, например, спортивный здесь часами летает прямо над головой или где-то там музыка ночью ритмы какие-то я я уже не живу по-настоящему я существую мне тяжело мне плохо и долго я так не могу выдерживать и вот они как раз когда я сообщил соцработнице о том, что у меня месофония она сначала вроде бы как пыталась создать вокруг меня людей попросить, чтобы потише себя вели но как только я ей рассказал о том, что в Австрии ко мне применили карательную психиатрию а у них на французском звучит пунитив то есть наказательную психиатрию то есть это означает за что-то наказали психиатрией то есть это означает как бы то есть вот суть не передает то есть на самом деле это фальшивая террористическая то есть она имеет функции две обмануть это фальшивка и просто человека как сказать терроризировать чтобы он сломался чтобы он подчинился чтобы дискредитировать его свидетельства вот это наверное основная цель и вот у нее загорелись глаза я понял, что-то она такое задумала и она начала наоборот они начали делать так, чтобы я не вынес я ушел в лес это все долго рассказывать это все детально опубликовано из леса я меня обманули бывшие наши которые были зависимы от моих мучителей они в общем я вернулся в Страсбург и меня отвезли в госпиталь там я сам попросился к психиатрам потому что я хотел получить все-таки защитный диагноз мисофония чтобы ну без бумажки ты букашка а имея бумажку я уже могу объяснять что это вот не просто мои слова не просто желание комфорта это не это невозможность находиться в каком-то помещении в квартире там где-то вообще если там будут какие-то экшен-экшен умц-умц и еще и будут и курить то есть это для меня невозможно неприемлемо и вот меня отвезли в психушку Эрштайн причем меня поместили в закрытое отделение хотя по записям тех же врачей которые меня принимали я был очень покладистый очень кооперабельный то есть никакого никакого смысла меня помещать в закрытое отделение не было потому что к тому же я был у меня была дистрофия я весил 54 килограмма если до этого я весил 72 она только начиналась но все равно я был очень слаб и мне бы наоборот надо было бы ходить из отделения по магазинам чтобы откормиться как-то потому что в отделении кормили ну явно недостаточно для того кто 40 дней провел один в лесу без покупки продуктов 2 недели ел траву 2 недели вообще ничего не ел когда травы не было вот то есть вот это вот игнорирование всего и вся тотальное вранье и беззаконие вот о чем я говорю то есть когда это медицина она служит только лишь для того чтобы прикрыть беззаконие своих сограждан своих бастардов президент Соединенных Штатов я не помню какой он сказал про какого-то диктатора который убил много людей что он бастард но он наш бастард то есть он сотрудничал с США и поэтому его режим как-то терпели вот так же и здесь любых садистов любых преступников что бы они не совершили как сказала мне помощник психиатра в Нанси в городе мадам Талибасан если только это не убийство беженца то есть на все можно закрыть глаза если только ну это не убийство ну тут они уже закрыть глаза не могут то есть допускается все и вот в этой психушке были две мадамы две психиатрши ну в кавычках мадам Декстлер и мадам Демалиард вот мадам Демалиард она сыграла как бы более активную роль она меня сначала вызвала к себе и мы по-английски с ней поговорили ну несколько минут и она мне в общем заявила что я пошел в лес погулять и что у меня никакой месофонии нету ну и в общем вот вот ну откуда они такую информацию взяли меня сдавала с устработницей мадам Парчмент которая как бы как избежать деталей короче она при приеме что-то им говорила на французском но наврала и вот они как бы исходя из того что нужно защитить своих садистов-французов и в самой психушке они я был недолго дней 10 они мне не смогли там диагноз поставить потому что ну во-первых я не принимал никаких лекарств потому что мне они были не нужны им же надо как-то отчитываться о моем поведении у них там ведется видеонаблюдение им надо как-то отчитаться почему они мне лекарства назначили если веду себя нормально ну как они докажут у них же наверняка видеозаписи должны храниться какое-то время и вот там психушки они сымитировали то что надо мной делали в Нанси они поместили меня в самое шумное место одной пациентке выдали большой CD-плеер и она под моей дверью как раз сидела и проигрывала на громкую музыку ну и так далее и так далее в общем но все равно они не смогли мне там диагноз фальшивый сделать и я выписался как бы вот как вписался так и выписался но мне предложили приходить к этой Демалиард у которой которая сюда ездила в Страсбург из Рештайна Рештайн немножечко это городочек вне Страсбурга которая в Страсбурге уже там есть филиал этого Эйрштайна и там она вела прием и вот амбулаторно я начал к ней ходить в надежде все-таки убедить ее дать мне диагноз месофония чтобы впредь я мог этим диагнозом защищаться и я ходил к ней несколько приходил к ней несколько раз когда я в первый раз к ней пришел она стала меня шантажировать говорит вот вы у вас вы не получите статус беженца у вас там ничего такого нету хотя потом я получил и весьма так сказать уверенно получил то есть она врала и она говорила вот если вы согласитесь с диагнозом параноидальный психоз то есть они просто дублировали тот фальшивый диагноз который мне в Австрии пришпандолили то я вам гарантирую вас оставят во Франции я ей сказал нет я с этим никогда не соглашусь потому что у меня его нету этого заболевания но у меня есть еще гемангиома печени решил я так сказать тему сбить немного с этого и она ну необразованная женщина и скорее всего алкашка я там у себя в твиттере публиковал ее ну в общем некие такие доказательства этого всего она не зная что гемангиома печени никакое не основание оставаться во Франции она потребовала от меня диагностику ей показал она сказала это старая диагностика нужно обновить это УЗИ я сказал что я пойду обновлю это УЗИ она спросила у какого врача я буду делать УЗИ кто меня направит на УЗИ я ее назвал доктор Гулам Аббаса это афганец по происхождению но это мразь такая редкая в общем как доктор и я пошел я пошел я пошел к этому доктору взял направление на УЗИ и о чудо этот седовласый пожилой специалист который всю жизнь УЗИ этим занимается он не нашел у меня одна треть печени у меня гемангиома она никуда не пропадает эта гемангиома но эта ткань перерождается в кровеносные сосуды в общем никуда это последствия травмы я не читал эту диагностику потому что я был уверен что такое ну одна треть печени одна треть я пришел к этой Демалярта опять она говорит а тут нету никакой гемангиомы вам все показалось то есть стал обидно то что якобы у меня паранойя что у меня якобы паранойя нужно вот в нужном месте это якобы вставлять и я смотрю да написано нет как нет и она опять за свое опять говорит вы признаете мой диагноз и я вам обеспечу что вы останетесь во Франции я опять отказался я ее спрашиваю вот как это так мы с вами были знакомы всего 5 минут мы всего 5 минут с вами разговаривали до того как вы мне предложили этот диагноз откуда вы знаете никаких исследований не проводили вы меня не выслушали вы моих доказательств не исследовали что меня мучили шумом она говорит ничего мне это не надо я ничего не буду не буду ничего исследовать я так вижу с другой стороны она мне заявляет что это лишь ее мнение что это ничего не значит и все такое я отказался и она мне стала навязывать психотропы респиридон мне предложила я потом посмотрел ну я сказал выписывайте мне же нужны документы какие-то от нее она мне выписала респиридон я взял пошел в аптеки мне его дали потом я посмотрел оказывается мне в Австрии прописывали респиридон когда насильно мне его там давали под угрозой что не будешь сам принимать мы тебя будем в вену вводить этот респиридон у меня скорее всего и вызвал почечную недостаточность и я в следующий раз пришел и сказал что этим респиридоном меня мучили в Австрии и у меня после него почечная недостаточность у него куча противопоказаний она мне выписала другой ну подобный препарат я взял этот рецепт и она дал ей письмо где я ее просил дать мне диагноз мисофония она мне сказала диагноз мисофония я не дам а что я дам то я дам она мне написала на бланке Офи организации вот этого организации полутеррориста которая надо мной издевалась в Нанси и которая меня подтолкнула к попытке суицида я ушел в лес при минус 7 градусах при снегу был вот чтобы от голода там и умереть 40 дней я был там один без покупки продуктов и это была такая подсознательная попытка просто уйти от издевательств от долгих нескольких недель издевательств там в лесу я пришел в себя оздоровился у меня пропала почечная недостаточность и вот мое состояние именно душевное духовное оно стало просто идеальным в лесу гармония в одно и то же время встаю в одно и то же время с птичками ложусь вот ел траву получал много витамина b12 и все такое ну в общем все детально описано как я там жил в лесу все опубликовано у меня в интернете и да психушки Эрштайн за 5 дней все это разрушили про что это я отвлекся и вот Демалерт написала на бланке Офи этот диагноз и она сказала что это пойдет в досье мою электронное ну я сказал ну пожалуйста хотя зря я так сказал как станет понятно потом и она мне почему написала этот диагноз видимо опираясь на то что якобы я принимал или буду принимать эти лекарства я ведь пока респиридон ей не отдавал то есть я его взял потом она прописала мне еще лекарства значит респиридон я уже как бы скушал она думала и она выписала мне этот диагноз а в следующий раз ей принес эти нейролептики обратно и сдал ей под расписку не распечатанные они были то есть я их не принимал но этот диагноз она мне уже выписала и вот каково действие было этого карательного диагноза я недооценивал немножечко этого то есть он попал в электронное досье он сейчас в электронном досье и вот пошел я к Гулам Абасу поскольку у меня была почечная недостаточность к генералисту и просил его пошлите меня к нефрологу потому что у меня почечная недостаточность что собственно говоря потом эта диагностика через полгода и показала уже вторую стадию он сказал нифига у тебя там ну короче послал меня к гипотологу гипотолог трепон посмотрел мое досье электронное там написано что это какой-то псих и ну она послала меня на томографию когда я попросил томографию она мне ее не дала я написал да после трепона у меня было видимо отравление возможно меня тут отравили в этом лагере и мое тело после этого покрылось все сыпью на полгода и я пошел до того как покрылся сыпью я пошел в скорую помощь в отдел в отделение скорой помощи Страсбургского гражданского госпиталя опиталь Сивиль и они там вместо медицинской помощи что они сделали они видимо тоже посмотрели мое досье какой-то паранодальный психоз и они меня не принимали хотя я пришел в 7 часов вечера всех людей которые были за мной они всех приняли и к 11 вечера они уже всех отпустили всех приняли я один сидел меня не принимали еще до 2 часов ночи потом они приняли взяли у меня быстрый из пальца кровь потратили на меня 15 минут а как я пешком пойду в лес что ли сюда транспорт уже не ходит уже где-то с пол третьего потом они мне еще сказали ждать до утра и они мне запретили прилечь то есть я сидел всю ночь 7 вечера до 7 утра со сколиозом с тем что до этого весь день я сидел в библиотеке это была пытка страшная для меня и они грозились меня выгнать из отделения и не сообщить мне результата анализа крови так они и тут соврали они не дали мне диагностику один лист отдали а второй лист не отдали где было превышение нормы показатели они наврали что все нормально то есть просто пошел террор и террор то есть террор отовсюду от всех врачей от всего я написал в госпиталь письмо про мадам трепон гипотолога которая не отдает мне мою томографию она мне принадлежит я хочу показать ее другому врачу я не могу я просил мне ее выдать просто она ее в этом же госпитале сделали но принадлежит она мне за нее государство заплатила я просил как-то среагировать на такое поведение скорой помощи потому что вместо медицинской помощи я получил террор пытки и издевательства и после этого я лежал в палатке болел дня два и после этого мое тело покрылось сыпью через буквально несколько дней буквально через 3-4 дня то есть можно было это предотвратить это предотвратить можно было я с чем и пришел помогите я почувствовал резкое отравление это было ну подсыпали что-то мне здесь у меня открытая вода открытая еда я ухожу все оставляю ну тогда сейчас я никуда не хожу у меня оба колена отказали из-за вот этой почечной недостаточности то есть вот последствия 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 и после этого я стал получать фальшивые счета фактуры медицинские за то что я не должен платить за за медицинскую за скорую помощь я не должен платить это же скорая помощь ну за обращение в отделение скорой помощи Никто не платит нигде Это только если может с другого региона Без страховки, ну может быть Но случай-то срочный был То есть они отрицают все То есть, ну как сказать Если человек, допустим, отравленный Он, так сказать, умирает А если это отрицать А он выжил, он все-таки выжил То потом Вот этим отрицанием все оправдывается Все что угодно Если человеку присвоят фальшивый Психиатрический диагноз Потом можно все оправдывать Можно издеваться над этим человеком Оправдывать его реакцию То, что он говорит о чем-то Просит, умоляет Что он все придумывает Что он сумасшедший Это просто кошмар Потому что это тотальное Это вот тотальное Нету точки опоры в виде закона И даже в виде одного человека во Франции Нету ни одного человека Который бы как камень твердый был бы И стоял бы вот в истине Никого Я сколько обзвонил этих церквей Когда я вот колени у меня здесь Ну отказали Я просил помощи какой-то Мне там надо Было куда-то к врачу сходить Я не мог сходить Я просил Кто-то бы посторожил Мне отвечали что Вы живете не в нашей местности Не в нашем районе И мы вам не будем помогать Или что-то там такое Типа этого Ну Короче нету слов И вот с этими медицинскими фактурами Я их накопил уже штук С десяток там и больше И на какие-то сотни евро Я пошел в это казначейство Там покивали-покивали Сказали да Мы их отменим А нахер присылать Если я был в страховой компании Если я и письмо в госпиталь писал Вас же Откуда мне их присылают И у вас я пришел Зачем тогда мне их выписывать Если я всех вас уведомил После этого опять продолжили мне присылать Я не оплачивал естественно Стали передавать приставам Приставы стали меня пугать Пени накручивать Сейчас это накрутилось до 500 где-то евро 400 с лишним евро То есть Хотя мне все Сосработники Знакомый француз Говорили ты не должен ничего платить Вообще ничего Ты полностью Потому что у тебя доход Ниже прожиточного минимума Здесь считается То есть ты не должен ничего платить В принципе То есть беззаконие во Франции Как сказать Если бы реагировали бы прокуроры Да что там прокуроры Суды Суды тоже прокурорские функции имеют Я обращался Где-то Ну Десятка три или четыре Разных Случаев Вот я по этим По преступлениям Я писал Заявление о юридической помощи Когда суд одобряет Он тебе назначает адвоката И адвокат уже занимается Твоим делом Он изучает Он пишет В суд Иск Там Запрос И начинается Суд Сам Я тогда делать это не мог Из-за цветного времени Не знания языка Суд Суд Отказал мне во всех Моих заявлениях Причем Отказал Со всякими трюками Незаконными То есть Короче Это я уже переехал С карательной психиатрии На Карательный На общий террор Да И вот потом Я когда понял Что с мадам Демалерт Ничего не получится Что Ну Вот я и говорю Да Когда в первую нашу встречу Амбулаторно В Страсбурге Я и говорю Вот вы пять минут Меня знаете Да А что это у вас Такой диагноз Она сказала Я так вижу Я сказал А вы меня Вы проведите Человека Независимую Экспертизу Она сказала Мне ответила Рентген головы Ничего не покажет Я сказал Какой рентген головы Я же говорю О попросниках О психиатрических Это же основной инструмент Во всем мире Для всех психиатров Во-первых Он экономит время Во-вторых Это стандартный инструмент Он позволяет Оценить Состояние человека Там бывает До 600 вопросов И больше В некоторых опросниках Позволяет По нескольким шкалам Определить Даже характер личности Какой-то там Определить болезнь По-быстрому Вот Мы тут Во Франции Не применяем То есть Во всем мире Не применяют Во Франции Применяют Во Франции Не применяют Ну вот Вранье Постоянное И во всем И это Демалер Недавно Получает повышение В этом центре Эрштайн В этой психушке Эрштайн Теперь она Руководитель отделения Раньше она была Наверное заместитель Теперь она Руководитель То есть Такие люди Ценные Они делают Нужную Францию Франции Работу Они занимаются Террором Беззащитных Беженцев Мигрантов Которых нужно Терроризировать От которых нужно Избавляться Ну и вообще Как бы Грех Наверное Сильному Слабого не Обмануть У них И вот Я сейчас Пишу об этом Всем И Любая деталь Я спотыкаюсь Иду Беру документ Ищу Где что написано Да Кстати Когда я Написал В госпиталь Письмо Что прошу Мне отдать Томографию Это Нефролога То есть Этого Гипотолога И Обратить Внимание На работу Вашего отделения Скорой Скорой помощи И Мадам Трипон Прислала Мне То есть Мне госпиталь Прислал Томографию И Мадам Трипон Приложила Свой ответ В ее Ответе Содержались Такие Фразы Пациент Ко мне Пришел То есть Она адресовала Письмо А письмо Она там Дженералисту Моему Гула Маабасу Этому Мерзавцу Пациент Пришел И что-то Его речь Была Бессвязная Лишенная Смысла Ну что-то Такое Написал Вот Я думаю Что Я был В таком же Примерно Состоянии Как и сейчас Обычное Мое состояние И Кстати Я с ней И не разговаривал Много Ее английский Был не очень Хороший Я ей дал Письмо На французском Языке Где я Всю мою диагностику Изложил Где я Все написал Че и как Вот И Что-то Она еще Такое Обидное Написала А да И что У него Там диагноз Принодальный Психоз Ну Досье Видимо Она Посмотрела Медицинским То есть Не я Ей Это Сообщил Она Вычитала У них Общая Электронная Система Здесь И то Я как бы Почувствовал Действие Этого Диагноза Когда К врачу Приходишь Он читает Диагноз Он начинает Об тебя Ноги Вытирать Просто Такой Врач Ну и После этого Я искал Психиатра Который Был бы Независимый Который Был бы Непредубежденный Записался К одному Психиатру И как назло Его фамилия Он был Однофамилец Доктора Из Нанси И когда Он мне Позвонил Сказал Когда ты Придешь Я посмотрел У меня Высветилась Его фамилия Я перепутал С тем Доктором Сказал Что Я Вот Я Из Страсбурга Я к вам Не записывался Вы Перепутали И он Трубку бросил Я к нему Не пошел Вот И когда Я Похватился Я к нему Пришел С опозданием Он меня Прогнал И больше Не принимал Но это Ладно Это просто Жестокость Потому что Ну я Не виноват Я ему Объяснил Обычно Они Один раз Прощают Мало ли Что бывает С человеком Автобус Опоздает Что угодно Бывает Но он Так Ко не отнес Следующий Доктор Я к нему Пришел С письмом На французском Языке Он Испугался Этого письма Он сказал Не Не Я Я Больше Ко мне Не Приходите Я Сказал Ну Примите Письмо Распишитесь Мне Уведомления О получении А то Я не Подпишу Фактуру Чтобы Вы Деньги Не Получите Он Жадный Он Подписал И Я Ушел Уже Не Стал Уже К нему Приходить Следующий Доктор Это Был Ролука Костина По моему Точно Ну какая Это Она По моему Венгерка Я Такой Болезни Да Я Согласна У вас Есть Непереносимость Звуков Я Вам Это Напишу Погуляйте Два Часика Я Погулял Пришел Она Говорит Нет Нет Вы Ужасно Больны Вам Без Таблеток Жить Нельзя Почему Вы Так Поменяли Своё Мнение А Потому Что Я Поговорил С Мадам Дем Маляр Я Сказал Так Это Карательная Психиатрия У неё Она Говорит Ну Я Не Могу Я Типа По рангу Она Ниже Её И Она Не Может Пойти Против Нее Поэтому Она Только Продублирует Её Диагноз И Всё Но Она Мне Посоветовала Вы Запишитесь К Профессору Психиатрии Он Отменит Тогда Все Как бы Согласятся Что У вас Нет Ну Я Записался К Доктору Забыл Какого Профессору Психиатрии Здесь В Страсбурге Он Как бы Генерал Среди Всех Психиатров И Ещё Записался К Доктору Карагате Психиатру Ну У него Я был Раза Три Он С меня Потребовал Характеристики От Шести Моих Друзей От Моих Друзей Я Шесть Штук Насобирал С Телефонами С Ватсапами Перевел Он На Французский Месофония Месофония Написал Мне Месофония Я Жалею Что Я У него Калаустрофобию Не попросил Сразу Ну Она У меня Есть Небольшая Калаустрофобия Я В Бетонных Коробках Себя Очень Плохо Чувствую В Маленьких Комнатах Три На Три Метра С Низкими Потолками Мне Просто Плохо Становится Поэтому Я Люблю Горы И Занимался Альпинизмом Потому Что Я Просто Кайфую В горах Вот Но Он Мне Сказал А Вот Вы Хотите Все Таки Пенсию Получать По Дурке Ну Я Сразу Говорю По Русски Перевожу Его Смысл Его Разговора Я Говорю Да Вы Знаете Лучше Напишите То Что Есть Мне Не Не Надо Никакой Пенсии Он Сказал Ну А то Я Могу Подобрать Удобный Для вас Диагноз То Есть Вот Уровень Врачей Вот А почему Он Так Сказал Ну Я Угостил Там Этим Когда Пришел В последний Раз Купил Очень Много Сушеного Мяса Я Ему Дал Немного И Он Видимо Посчитал Что Это Что Такое Ну Нет Просто Так Вот Ну Я Отказался Я Ему Сказал Вот Это Наверное И Есть Диагноз Когда Человек Честный Это Наверное Уже Диагноз Он Рассмеялся Оценил Шутку Мою Потом Я Был У Профессора Берчи Я Вспомнил Он Тоже Ну Они Оба Что Устроили Они Подсадных Уток Подсадили Ко Мне Своих Ассистент Молодых Девушек Я И Одно Раз Разболтал И Мне Тоже Самое В Принципе Написал Что У Меня Месофония Типа Того И Что Никакого Лечения А Только Вот Там Такое Какую-то Ерунду Написал Короче Она Мне Не 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 И Вот Как Да А до Этого Еще Я Был Самый Первый Раз Еще До В этот раз Какая-то Забыл Как ее зовут Короче Она Мне Сказала Вы Не Можете Обратиться К Другим Психиатрам Кроме Тех Которые Работают С беженцами То есть Вот Эрштайн Пинель Там Еще Какой-то То есть Вот Эти Омуты Откуда Не Выбраться Откуда Вот Где Карательные Психиатры И Она Мне Наврала Ты Не Можешь Пойти К Свободному Психиатру Потому Что Ты Проситель Убежища Но Это Было Вранье Я Смог Я Пошел И Ушел И У меня Ушло Полтора Года Чтобы Вырваться От них И У меня Ушло Полтора Года Чтобы Дорваться До Диагностики Почечной Недостаточности До Этого Все Отрицали Не Посылали Меня Препятствовали Диагностике Врачи Не Посылали Отказывались Меня посылать К специалистам На диагностику Я Хитростью Как-то Дорвался И я Получил Группу Инвалидности Вторую По Гемангиома Артроз Но Это Гемангиома То есть Это Почечная Недостаточности Артроз Это Я уже Получил Во Франции Из-за Принуждения Жить Меня На улице В палатке Четыре Года В неотапливаемой Палатке И Один год Я купил Уже Отапливаемая Палатка Уже Я С комфортом Я не могу Ее бросить Я не могу Пойти Ни к врачу Ни Никуда И Это Не выход Все равно Вот так Вот кратко Я рассказал Об этом Ужасе Я напуган Потому что Видя Что происходит Видя Этих Людей Люди Они Автоматически Совершают Преступления Против Человечности Автоматически Занимаются Садизмом Когда Кто-то Слабый Когда Кто-то Беззащитный Большинство Людей На него Нападают Ну Они Не то Чтобы Прям Сразу Они Ищут А что С него Поиметь Нечего Поиметь А может Быть Просто Хотя Сексуально Там Как-то Или Просто Помучить Получить От этого Удовольствие Вот К сожалению Таковы Я бы Сказал Процентов 60-70 Людей Остальные 30-40 Процентов Сопереживания Ну таких Единицы Из Тысяч Из Может Десятков Сотен Тысяч Я таких Здесь Во Франции Ну Может быть Мельком Так встречал Но они Ничем Не могли Мне помочь Потому что Они не знали Все мои Ситуации Но Такие люди Вроде бы Есть Вроде бы Есть Но Такой Я не встретил Человека Во Франции Такого Который Встал бы Стеной И Прервал бы Это вот Падение Доминошек Цепную реакцию Вот Стал бы Стеной И доминошка Последнего Так облокотилась И остальные Бы не попадали Такого человека Который бы Прервал этот террор Не нашлось Ни одного Хотя О нем Я уведомил Всех людей Все абсолютно Вокруг меня Уведомлены Об этом терроре И все Опубликовано Много что Опубликовано Я Потратил Очень много Времени На эти Тексты И Я уверен Когда-то Мои свидетельства Письменные В основном Они Лягут В основу Какого-то Может быть Небольшого Фильма Возможно Они будут Использованы Ну я думаю Уверен В какой-то Книге Которая будет Обобщать Историю Вот Этого Времени Что оказывается В этой Псевдогуманной Европе Был террор И как он Происходил До деталей С документами Ну документы Могут пропасть Если я Дублирую все документы На сайте Архив.из Это французский Архивный сервис И я публикую Их на LiveJournal Ну могут Накрыться Эти оба сайта Может И тут Накрыться Тогда все Это пропадет Тогда Ну Такова жизнь И мы Мы тоже Не вечные И Когда меня не станет Никому дела не будет Что со мной было Но может быть Кому-то будет Просто интерес Докопаться Ну Как общество Жило В то время И он докопается И он скажет А вот Вот Общество Само было Гнилое Общество Само Сами люди Издевались Не какие-то Отдельные Там Садисты А вот все Все участвовали Большинство Безразличием К этим преступлениям Вместо того Чтобы протянуть Руку помощи Они плевали Они смеялись Вот Эти подростки Кстати Они не местного Не европейского происхождения Которые у меня Мачете украли Я им показал Лагерь Среди них Там был один чеченец Пацаненок Лет Тринадцать Я им сказал Я тут выживаю Я тут погибаю Все вещи у меня Для выживания Они у меня украли После этого Мачете Они после этого Кидали палки В мой лагерь Они стремились После этого Еще несколько раз Меня обокрасть Они кричали Всякие ругательства Оскорбления То есть Просто я для них Тот Кого можно обижать Тот У кого можно воровать Из-за которого Никто не заступится Просто возможность Это делать Им не важно Кто я Что я Не важно Им важно Что они могут Это делать И они делают Так что Вот такое Это общество Когда человек Защищен Когда у него Есть близкий Когда у него Есть Ну в общем Какие-то защитные Так сказать Внешние Какие-то Атрибуты Что он защищен Его не трогают Его боятся Меня тоже Тут не очень-то Потрогают Потому что У меня Есть уже Настоящие Мачете То украли Они Нож для капусты А потом Я вынужден был Купить уже Хорошие Мачете То есть Я думаю Что меня боятся Трогать Потому что Я могу Так сказать Поленом Между рогов Зарядить Если вдруг Чего И они Это чувствуют Просто А был бы Такой Пугливый То я думаю Что они Тут просто Зверели Так что Я не уверен Что я еще Выживу Потому что Я очень Даже сомневаюсь Что мне это жилье дадут Они все делают Делают вид Делают Делают вид Что они дают Они Все это Представляют Как будто бы Они за мной Прям гонятся Ну пожалуйста Прям так Хотят мне предложить Жилье А я прям Так этого Избегаю Вот Это у них Так видимо Там в отчетности А у меня Совсем наоборот Я очень сильно Страдаю здесь Потому что Я не могу Пойти На пруд Покупаться Я не могу Пойти в бассейн Мне нужно Колени Спасать От артроза Мне нужно На процедуру Пойти Там Какую-то Медицинскую К зубному Врачу Три моста Сломалось Не могу Пойти Шипелявлю И что Я избегаю До сих пор Избегаю Вот это Вот я себя Загнал Тут до второй Стадии Почечной Недостаточности Колени У меня Отказали Из-за Мороза Минус 15 И я все Избегаю Как у них Поворачивается Все это Я им Написал письмо Николаю Банкуру Учителю Физкультуры Университета Страсбургского Которому я помогал Карту леса Составлять Он тут с мэром Дружит Мэр уже Этому написал Местному Которому Два года назад Я говорил Что я здесь Как в тюрьме Мадам Валери Это Шеф Организации Благотворительной Аксион Страсбург Аксион Сальдерте До Страсбурга Которая Обеды бесплатные Раздает На ЖД вокзале Вот этому Агенту по управлению Жильем Которая Все пыталась Мне жилье Предложить Но она даже Адрес мне не сказала Дайте мне адрес Я посмотрю Со спутника Что это за жилье И я пытаюсь Дозвониться Не могу Дозвониться До нее Написал ей письмо По почте С уведомлением О вручении Не отвечает на письмо И куда И в мэрию Письмо тоже С уведомлением О вручении Никто не отвечает Вот так Вот они Вот так Они мне Пытаются помочь Я здесь Изолирована От медицинской помощи Поскольку Здесь в лесу Я получить Никакую Медицинскую помощь Не могу Они приезжают И говорят Поехали с нами В госпиталь Как я Вот все брошу Приеду То все разрушено Допустим Или Подожжено И что я буду делать Потом Все это Игнорируется То есть Ну я думаю Что Как мне сказали Здесь во Франции Если ты окажешься Совсем один Совсем один То ты можешь Не выкрапкаться Тебя затоптают Тебе будут Десять Двадцать Тридцать лет Кормить этим Хлебом Бесплатным Но тебе Никогда не позволят Выкрапкаться А им это надо Вот они на тебе Деньги воруют На вот этом Потому что люди Довольно-таки Много Жертвуют Но все это Я думаю Что Много Что разворовывается Просто Так что Я могу Выжить Только благодаря Вашим Подписчикам И лайкам Но их Почему-то Нет Хотя я Наверное Интересные вещи Рассказываю Да Необычные вещи Вы От кого Еще такое Услышите И текст Мой сайт Vasnas.eu5.net Ссылка На карательную психиатрию Внизу И там Будет Все это В тексте Что я Рассказывал С документами И там Другие Ссылки Так что Вот дарю Вам Так сказать Свидетельства Свои Как они Меня ненавидят Все-таки Потому что Я их Знаю Всю срань Всю гниль Я знаю Их Какой-то Гнилой Народец Здесь Пусть Делом Мне докажут Что они Другие Есть Среди них Отдельные Люди Отдельные Люди Неплохие Но в целом Как я могу Судить О власти Ведь власть Это в принципе Общая характеристика Населения Именно власть Бесчинствует Именно власть Население Просто Имертно Ну Население Чего Поиметь С него Вот так А если Ничего Не пойметь Ну Кое-то Занимается Легким Садизмом Так Ладно Засниму Лагерь Свой В этой Палатке Я прожил Четыре Зимы Без Отопления Без Никакого Ну Это Правда Уже Третья Палатка Вот А вот Тут Уже Печка Вот Печка Тут Конечно Уже Получше Все равно Как бы Не Не то Чтобы Прям Совсем Хорошо Потому что Требуется Огромное Количество Дров Зимой А что Такое Зимой Добыть Дрова Это Нелегко Когда Не было Пилы Цепной Это было Это было Ужасно Я два Часа Добывал Дрова Потом Надо Просушивать Потом Эту Печку Надо Трубу Чистить Каждые Два Дня Зимой Да И летом Тоже Вот Вот Уже Такую Мостовую Себе Сорудил Уже Из Довольно Толстых Бревнышек Вот Этого Хватит Уже На Несколько Лет На Четыре Пять Лет Вот Такого Хватает Года На Два Ну Если Не было Ее То Я Утопал Был Грязи Так Ну Вот Он Лес Это Я Почистил Лес Тут Была Вот Такая Чаще Была Я Почистил Лес Потому Что Я Сначала Использовал Вот Такие Тонкие Дрова Для Своей Печки Двустенки Для Приготовления Пищи И Поэтому Я Пособирал За Вот Эти Годы Ну Тут Просто Приятно Люди Приходят И Удивляются Как Тут Я Срубил Еще Несколько Деревев Таких Тоненьких Стволиков Удивляется Как Красиво Здесь Вот Как Чисто И Красиво Потому Что Это Не Ну Не Природно То Есть Они Удивляются Как Такое Возможно Потому Что Обычно Это Бурелом Ну Я Тут Еще Должен Пособирать Последнее Время Попадало Немного Попилял Что Вот А вот Такую Дождевую Воду Собираю В лагере Ну Чтобы Руки Мыть Там Для Технических Нуж Иногда В чай Использовал Раньше Сейчас Я Больше Мутилированную Использую Так Ну Что Скоро Закат Через Полчаса Наверное Час Ну Все Пойду Еще Займусь Делами Продолжение следует